Натуральные продукты растительного происхождения давно используются для лечения всевозможных заболеваний. По оценкам, около 2 третей населения мира зависит от традиционной медицины для удовлетворения основных медицинских потребностей. Пажетник – однолетнее лекарственное растение, широко используется в различных частях мира в качестве продукта питания, специй и традиционной медицине. Пажетник считается одним из старейших лекарственных растений и его полезные свойства упоминаются в аюрведе и традиционной китайской медицине. Исследования химического состава и фармакологического действия в последние годы переживают ренессанс. Обширные доклинические и клинические исследования выявили фармацептическое использование пажетника в качестве противодиабетического, антигиперлипидемического, противожирения, противоопухолевого, противовоспалительного действия. Его антиоксидантные, противогрибковые, антибактериальные и различные фармакологические эффекты, включая улучшение здоровья женщин, объясняются разнообразным фитосоставом. Фитохимический анализ показывает наличие стероидов, алкалоидов, сапонинов, полифенолов, флавоноидов, липидов, углеводов, аминокислот и углеводородов. Пажетник сеной известен как шамбала, фенугрек, хельба, верблюжья колючка, треуголка, греческая сена. Такое разнообразие говорит о том, насколько широка популярность этого растения. В древних трактатах пажетник называют лекарством от 40 болезней, перечислим некоторые его полезные свойства. Пажетник положительно влияет на работу нервной системы, улучшает настроение и эмоциональное состояние, сохраняет память и внимание, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, нормализует жировой обмен, обеспечивает профилактику и защиту от заболеваний суставов, предупреждает развитие сахарного диабета, повышает иммунитет, помогает при болезнях мочеполовой системы, излечивает болезни желудочно-кишечного тракта, усиливает регенеративные способности органов, нейтрализует токсины, защищает клетки, насыщает клетки кислородом и нормализует водный баланс, делает внешний вид привлекательным, а кожу, ногти и волосы здоровыми, лечит запоры, геморрой и отеки, улучшает обмен веществ. Но несмотря на весь спектр полезных свойств, пажетник имеет и противопоказания. Чтобы быть здоровым и не нанести вред организму, следует обратить на них внимание, особенно при приеме лечебных дозировок. Избегать пажетника стоит при повышенном количестве эстрогена и пролактина, беременности, инсулинозависимой форме диабета, астме и аллергии, заболеваниях щитовидки. Слишком высокая доза может служить причиной тошноты, вздутия живота и диареи. Следует также запомнить о несовместимости пажетника с наперстянкой и подорожником. Как же употреблять пажетник? Есть классический и самый простой рецепт. 1 столовую ложку семян без горки заварить в 200 мл кипятка. После остывания процедить настой. Употреблять в течение дня в чистом виде, можно разбавлять водой или молоком. Второй способ применения таков. 2 столовые ложки измельченных семян пажетника залить 300 мл холодной воды, несколько часов дать настояться, после чего довести до кипения на сильном огне и сразу же процедить. Принимать теплым по 50 мл 3 раза в день перед приемом пищи. В готовый отвар добавить несколько ложек меда, это усилит его активность. Доказано, что после 1-2 курсов лечения пажетником, человеческий организм оздоравливается. Лекарства из пажетника применяют курсами 4-6 недель с перерывом 2 недели. При больном горле очень помогает крепкий настой для полоскания. Но прежде чем купить пажетник для лечения, проконсультируйтесь со своим врачом и учтите, что максимально допустимая его доза 100 г. Кроме медицины, большую популярность приобрел пажетник в кулинарии, как замечательная приправа. У пажетника довольно интересный вкус, в нем одновременно присутствуют сладости, горечь, а также грибные и ореховые нотки. В популярные приправы, такие как чатни, кари и хмели-сунели, пажетник входит обязательно, иногда составляет до 20% пряной смеси. Семена пажетника придают тонкий аромат и изысканный вкус рыбным и мясным блюдам. Порошок пажетника можно добавлять в йогурты или соус. Попробуйте приготовить из пажетника йеменский соус хульбе. Ингредиенты. 2 столовые ложки семян пажетника и 1 чайная ложка соли. Способ приготовления. На день замочить молотые зерна пажетника в 2 стаканах холодной воды. После этого сливаем жидкость и заливаем 2 стаканами чистой воды. За пару часов до подачи на стол сливаем жидкость, перекладываем получившуюся массу в емкость для взбивания, взбиваем блендером 1-2 минуты, добавляем соль и 2-3 ложки ледяной воды, после чего продолжаем взбивать еще пару минут. По желанию можно добавить перец, чеснок, зелень. Перед подачей на стол перемешивать. Еще один известный рецепт это желтый чай из Египта хельба. Для приготовления египетского хельба надо семена пажетника промыть в проточной чисто холодной воде, 2 чайные ложки семян залить стаканом кипятка, поставить на медленный огонь, варить 5-7 минут, периодически помешивая. Цвет напитка очень приятного ярко-желтого цвета. В зависимости от индивидуального предпочтения добавить лимон, молоко, мед, имбирь. Чай можно заваривать вместе с финиками. Несмотря на весь бобово-лекарственный бэкграунд, желтый чай подается в египетских ресторанах как полноценный чай, и несомненно он таким и является. В свою очередь, египетский ресторан не упустит возможности напомнить, что подаваемый у них чай хельба является популярным лечебным напитком во всем Египте, помогает снизить уровень глюкозы в крови и холестерин, регулярное его употребление снизит риск сердечного приступа более чем на 25%. Они в этом уверены. Это невероятный напиток, не только обладает удивительной пользой для здоровья, он имеет прекрасный вкус и поэтому включен в их меню. Вот такой менеджмент. Теперь, ознакомившись с полезными свойствами пашетника, согласитесь, что взять на вооружение эту информацию точно не будет лишним. А если во время путешествия ваш желудок сбунтуется против непривычной местной пищи, помните, что именно желтый чай из пашетника быстро приведет его в норму. Какой бы способ применения вы не выбрали, пашетник содержит большое количество питательных веществ, включая клетчатку, белок, железо, магний и витамин В6 и является вкусным и питательным продуктом, который понравится всем. А еще пашетник используется в косметологии. В косметических целях семена пашетника можно использовать для изготовления очищающих, питательных и увлажняющих масок. Такие маски позволяют избавиться от прыщей, сделать кожу более здоровой, мягкой и подтянутой. Рецепт простой. Одну чайную ложку смешать с ложкой меда или соком алоэ и накладывать на лицо по времени 15-20 минут утром и вечером. Продолжение следует...